Вартаньян Георг Андреевич Вартаньян Георг в таком же духе воспитывал своих детей. Именно под влиянием отца Георг стал разведчиком. Свой оперативный псевдоним Амир Георгу дал легендарный советский разведчик Иван Аганянц. Он же поручил первое задание – создать группу для оказания помощи старшим разведчикам. Амир быстро справился, собрав группу единомышленников примерно одного возраста. Там были армяне, лезгины, ассирийцы. Все – выходцы из СССР. Передвигалась группа по городу на велосипедах, за что Иван Аганянц в шутку назвал группу «легкой кавалерией». Она вошла в историю именно под этим названием. Через два года в группе появилась Гогар, которая впоследствии станет спутницей жизни Георга Вартаньяна. В начале 1940-х годов группа Вартаньяна выявила около 400 агентов среди иранцев, работавших на Германию. Впоследствии они были арестованы и большей частью перевербованы для работы на СССР и Великобританию. В 1943 году состоялась Тегеранская конференция. Это была первая встреча Большой Тройки, на которой решалась судьба миллионов людей, будущее мира. Понимало это и руководство нацистской Германии, которая планировала организовать покушение на лидеров СССР, США и Великобритании. Секретную операцию под кодовым наименованием «Длинный прыжок» разработал начальник секретной службы СССР, специально агент Гитлера по особым поручениям Отто Скорцени. Агенты Вартаньяна совместно с англичанами из Ми-6 пеленговали и расшифровали все сообщения немецкой спецагентуры. Вскоре после длительных поисков радиопередатчика всю группу захватили. В результате проведенной операции группа юношей под руководством 19-летнего Вартаньяна сорвала одну из самых секретных операций Третьего рейха. Для Геворка и его жены иранский период стал важнейшим этапом жизни. Здесь произошло их профессиональное становление как разведчиков высокого класса. Далее последовали три десятилетия нелегальной разведывательной работы на Дальнем и Среднем Востоке, в Западной Европе, США, Японии, Китае, в африканских странах, Индии. Возвратившись в Европу, вартаньяны первоначально оказались в Швейцарии, а затем во второй половине 1960-х годов с помощью влиятельных представителей армянской диаспоры легализовались во Франции. Но основным местом их нелегального базирования на многие годы стала Италия. Заняв довольно высокое положение в обществе, были знакомы и общались с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Южной Европе Тернером, итальянскими министрами, президентом Италии Джованни Леоне. Геворг Андреевич дружил с офицерами разных разведок мира, оставаясь для них то иранским бизнесменом, то испанским журналистом. Ему сопутствовала удача, практически ни разу бдительный разведчик не рисковал быть разоблаченным. Высокий профессионализм позволил вартаняну действовать интеллектуально-аналитическими методами, обходиться без применения оружия или угроз. За время своей заграничной работы вартанян побывал приблизительно в ста странах. Периодически супругов отзывали в СССР, раз в несколько лет Чита ездила в отпуск в Армению. Осенью 1986 года Геворг и Гуар Вартаняна окончательно завершили нелегальную деятельность за рубежом и вернулись из Италии в СССР. Все их имущество заключалось в двух туристических чемоданах. Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1984 года за достигнутые результаты по сбору разведывательных данных и проявленные при этом мужество и героизм, полковнику Вартаняну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Оставаясь до 2000 года закрытым для общественности, Вартанян и на пенсии продолжал быть полезным родине, занимаясь в службе внешней разведки подготовкой будущих агентов-нелегалов для работы за рубежом. 20 декабря 2000 года, в день 80-летнего юбилея службы внешней разведки России, имя Георга Вартаняна было рассекречено. Супруги Вартанян счастливо прожили вместе 65 лет. Своих детей у них не было. Георг Андреевич Вартанян скончался 10 января 2012 года на 88-м году жизни в Москве. Похоронен на Трайкуровском кладбище 13 января 2012 года. На его похоронах присутствовал Владимир Путин, который лично знал Вартаняна еще по конспиративной работе в Германии. Он возложил цветы гробу и выразил соболезнования родственникам. Гуар Ливоновна Вартанян скончалась 25 ноября 2019 года на 94-м году жизни. Похоронена с воинскими почестями рядом с супругом. О своей деятельности Георг Вартанян говорил, разведка – это не только романтика, но и прежде всего один из самых эффективных путей защиты Отечества. Это работа для подлинных патриотов, людей убежденных и самоотверженных. В такую работу нельзя не влюбиться. Субтитры создавал DimaTorzok